Игрянул гром. 30 октября 1941 раздались орудийные залпы на дальних подступах Севастополя. Фашисты надеялись в кратчайшие сроки взять осажденный город. Но оборона Севастополя, которая продлилась 250 дней, стала символом мужества и героизма, самоотверженности и силы русского народа. Тот день, как рано в сердце Александра Глушакова. В 41-м молодой лейтенант был досрочно выпущен из Севастопольского военно-морского артиллерийского училища и назначен командиром пулеметного взвода. Уже 30 октября мои друзья, многие потеряли жизнь, отдали за нашу родину. Уже 30 октября. Уже больно было за них, страшно. Но они шли навсегда, отдали свою жизнь за наш родной Севастополь. Задача была до прихода приморской армии удержать дорогу в Вахчисарае, остановить фашистские танки и бронетехнику. В арсенале всего две противотанковые гранаты и два ящика бутылок с горючей смесью. И удалось. Остановили, вспоминает участник обороны Севастополя Иван Мацигор. Совсем молодые мальчишки, курсанты, подожгли фашистскую колонну техники, вели обстрел. Сегодня школьники часто задают вопрос Ивану Григорьевичу. Был ли страх? Ведь знали, что силы неравны. Противник обладал преимуществом и в войсках, и в технике. Я отвечал, что тогда мы думали о выполнении военной присяги. Поклялись стоять насмерть, но не допустить фашистские войска, продвигаться их в Севастополь. Стол, лампа, бумага, фотографии. Квартира Ивана Григорьевича похожа на жилище писателя. Подвиг народа и подвиг личный он описал в книге «Судьба офицера в воспоминаниях». Монография – лучший учебник истории и учебник мужества для современного поколения. Мы знали, какая сила нас вдохновляла. Так как записано в гимне России широкий простор для мечты, и для жизни. Рядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. На фотографии сделана и в побежденном Берлине. Совсем молоденькая девушка в светлом длинном платье. Надевать его не хотела. Наряд из немецкого театра. Согласилась только, когда увидела этикетку. Новая, не ношенная. Вспоминает Мария Агашкова. Победа. И можно ликовать, но на фото нет улыбки. Слишком много пришлось увидеть, пережить, преодолеть. Мария Агашкова была связисткой. На Первом Белорусском обеспечивала связь Жукова со Сталиным. Самым страшным был первый бой. Первый бой был. Я очень бомбила страшно. Меня когда сказали в крыти бежать, а я бежала. И спотыкнулась, а все горит. У меня ноги обгорели в сапогах. Я очень долго в госпитале была. Но потом приехали, меня забрали опять. Выдержала. Думала, что останется без ног. Она прошла Белоруссию, Литву, Латвию, Польшу и победу встретила в Берлине. События тех лет помнит в подробности. И такое не забыть. Но сегодня рассказывает об этом уже без слез. Оптимизм и любовь к жизни дают силы. Мы знали, что мы победим. Мы победим. Во всех настроение такое было. Это я первый раз плакала. Я уже ничего не боялась. И мы никто не боялись. Только чтобы защитить. В 96 лет Мария Дорофеевна не привыкла сидеть сложа руки. По дому все делает сама и уверена. Секрет долголетия в движении. Ее мама прожила больше ста лет. И дочке говорила, никогда не сидеть без дела. Радушно, как дорогих гостей журналистов, встречает Анна Михайловна Гергель. С улыбкой протирает портрет Сталина, чтобы в кадре красиво смотрелся. А что видела в 41-м 16-летняя девочка? И вообразить страшно. Во время обороны Севастополя помогала в госпитале. В мае 42-го была эвакуирована вместе с ранеными. Ночью погрузили мы раненых. Раненые находились где-то в банк. Там что ли? Там, значит, был госпиталь такой. Вот, погрузили. И утром рано, на рассвете рано-рано, мы из Севастополя вышли. Вышли из Севастополя. Ну и вот уж нас там пока шматили хорошо. Потом работала кочегаром паровоза. Труд каторжный и уж точно не женский. Мы в сторону фронта возили снаряжение, танки, орудия, нефтеналивные, цистерны. А обратно возили раненых. Поэтому особенно в ту сторону останавливаться нельзя. Как приходит эта смена, надо идти на смену, на паровоз. Так в любое время суток вызывают. О себе она никогда не думала. Всегда старалась помочь ближнему. И страшная война не сделала сердце каменным. Сегодня это самоотверженность и доброта во всем. Даже журналистов просто отпустить не может. Та война предопределила и судьбу ветерана-подводника Алексея Лушникова. Его отец ушел на фронт. Призван был и старший брат, которого после направили в Горьковское военно-морское училище. По примеру брата туда поступил Алексей Иванович. Потом окончил Нахимовское училище. Это был первый послевоенный выпуск. На флоте прослужил 40 лет. Из них 20 на подводных лодках. И вот я уже как ветеран-подводник часто хожу в школы, выступаю, спрашиваю, интересуюсь. Многие даже вот уже сейчас не знают нашего города, не знают его достопримечательностей. Не знают, какие герои здесь находились со времен еще Крымской войны 54-го, 1854-го года. Вот так далее. Приходится им как-то вот разъяснять, доводить до них. Вот. И вкладывать в молодые души патриотические чувства наших воинов-защитников нашего Отечества. Владимир Левченко моложе той войны. Его отец защищал Севастополь от врага. Он мне рассказывал, что одни руины лежали от города. Показывал мне места, вот, как они брали Сапун-гору. Как проявляют героизм и отвагу Владимир Левченко видел на войне. Настоящий десантник. Прошел Афган, служил в Литве. А после развала Советского Союза вернулся в Севастополь и ушел в отставку. Ну, я отказался принимать украинскую просягу. Вот. И уволился в запас. Вот. Так как выхода другого не было. А просягу я принимал Советскому Союзу. Сейчас, в данное время, на пенсии. И занимаюсь, приглашаю в школу, воспитываю молодежь. Вот. Иногда выступаю перед ними. Вот. Иногда приходится им рассказывать, ну, довольно такие коварные истории. Не просто герои, а люди, ставшие символом эпохи. Люди, которые всегда будут примером мужества и силы, самоотверженности и верности Родине. Единственное, о чем они говорят сегодня, говорят школьникам. Главное, чтобы не повторилось. Главное, чтобы эти 250 героических дней не были забыты. Чтобы Севастополь всегда оставался великим и свободным русским городом.